Добрый день! В этом номере ГУДКА на второй странице читайте о разборе задержки поездов на Забайкальской железнодороге. 18 декабря на Забайкальской железнодороге произошла задержка поездов. Вышедший на перегон грузовой поезд вдруг остановился. Машинист предположил, что произошло отключение, отсутствие электричества произошло в контактной сети, забросил диспетчера. В общем, начали искать причины случившегося. Поехал сюда заместитель начальника эксплуатационного депо из Магочи, локомотивного. Пытались устранить неисправность, лазили на крышу электровоза, потом, получив разрешение, подняли. Так и приемник, произошла вспышка, в общем, там сгорел изолятор. Все это продолжалось очень долго, около 7 часов. И только потом удалось убрать поезд с пути и отвезли его на станцию Чернышевская. Стали разбираться и, в общем, дело кончилось выговорами. Потому что, ну, во-первых, нужно было сразу же машинистам сообщить, в течение 10 минут, если локомотив остановился, что произошла остановка поезда, сообщить встречным поездам, сообщить сзади следующее. Потом нужно было машинисту тому же вызвать вспомогательный локомотив. А это не сделал не только он, но и прибывший заместитель начальника локомотивного эксплуатационного депо. Потом начали ковыряться в неполадках. Выяснилось, что они произошли по причине недоделок при среднем ремонте в Ламаганском локомотиворемонтном заводе. В общем, сгусток и неумерат таких проблем. Итогом стал выговор и локомотивной бригаде, и машинисту-инструктору, обучавшего ее, и дежурному по депо, и заместителю начальника депо, который приезжал сюда. Кроме того, принято решение, что электровозы данных серии будут полностью обследованы, чтобы локомотивная бригада могла устранить хотя бы элементарные какие-то поломки. Их можно было устранить, как выяснилось, и следовать дальше, не задерживать движение. Кроме того, скорее всего, будут приняты рекламации в адрес, конечно же, Ламаганского локомотиворемонтного завода, по причине которого, как считают, на Забакальской железнодороге произошла эта неприятность в первую очередь. На второй странице ГУДКа читаете о том, что на сети завершено формирование координационных советов. В эти советы входят представители железных дорог, дочерних компаний, операторов, а также грузовладельцев, а также региональных органах власти, региональных надзорных органах, торгово-промышленных палат. Эти организации было решено создать несколько месяцев назад. Ведь сложилась такая ситуация, что при наличии грузовой базы подвижной состав многих операторов простаивал. И в течение двух месяцев эти координационные советы пилотно работали. И надо отметить, что эта работа принесла большие плоды. Например, с помощью координационных советов удалось урегулировать сложившуюся в Кузбассе ситуацию с невывозом угля. А Красноярской дороге, например, удалось урегулировать проблему с вывозом зерна. Они даже не только выполнили, но и перевыполнили план. Так была поставлена задача до конца года вывести 1300 вагонов, а на сегодня уже отправлено 1500. В свежем номере Гудка читайте материал о тернистом пути абхазских мандаринов к столу россиян. В этом сезоне Абхазия собрала 29 тысяч тонн мандаринов. Это на 6000 тонн меньше, чем в прошлом году. Как сказал газета Гудок министр сельского хозяйства Абхазии, причина в неблагоприятных погодных условиях. Тем не менее, весь этот урожай республика собирается экспортировать в Россию. Несмотря на то, что в общем объеме импорта цитрусовых, доля абхазских мандаринов уничтожена и мала, для абхазского бюджета они составляют значительную статью доходов в республиканском бюджете. Каждые полтора рубля с килограмма мандаринов уходят в казну, сказал газете Гудок министр сельского хозяйства Абхазии. Поэтому абхазским фермерам так важно побыстрее реализовать свой урожай. Однако есть ряд нюансов. Дело в том, что мелкие и крупные оптовики предпочитают закупаться на границе. Абхазия признанное суверенное государство и, соответственно, действуют правила международной торговли. В частности, мандарины – это коммерческая перевозка грузов. Поэтому перевозчику и покупателю необходимо иметь соответствующие документы. А также фитосанитарный сертификат и сертификат о происхождении товара. Без этих документов абхазские мандарины просто не пустят в Россию. А если и пустят, то таможня выставит двойные пошлины. Соответственно, оптовики предпочитают покупать, как я уже сказала, все это на границе. Но чтобы добраться до границы, мандарины должны преодолеть территорию республики. А с этим в этом сезоне возникли также проблемы. Дело в том, что перевал Джубга закрыт для большегрузных фур. А морская паромная переправа также имеет ряд своих негативных моментов. В Абхазии на Черноморье уже начались шторма, и высота волны не всегда позволяет парому нормально функционировать. Что касается железнодорожных перевозок, то реконструкция абхазской железной дороги пока полностью не завершена. Действуют только пассажирские перевозки. Как сказал господин Джопуа, абхазские фермеры очень рассчитывают на то, что в 2012 году, когда полностью будут завершены работы по реконструкции абхазского железнодорожного полотна, проблемы с доставкой многих сельхозгрузов отпадут сами собой. Но, как недавно сообщил президент Абхазии Александр Анклаб, на завершение всех работ понадобится еще не менее четырех месяцев. Таким образом, можно ожидать, что только в следующем сезоне проблемы с железнодорожной доставкой мандаринов в Россию будут исчерпаны. На конференции «Рынок транспортных услуг, взаимодействие и партнерство» один из круглых столов собрал игроков и экспертов рынка грузовых перевозок, которые обсуждали актуальные проблемы обслуживания грузовладельцев. Озвучить проблемы качества сервиса, предоставляемого российскими железными дорогами и операторами подвижного состава, дали возможность самим грузовладельцам. Представители нескольких российских предприятий озвучили и отметили наиболее острые проблемы. Одна из этих проблем ценовая. Грузовладельцы недовольны стоимостью услуги перевозки и грузов по железной дороге, которая в конечном счете сказывается как на итоговой стоимости продукции, так и на их собственных доходах. Вторая проблема технологическая. Из-за несвоевременной подачи и уборки вагонов, их оборот по железной дороге, как правило, занимает колоссальное количество времени и в итоге груз доходит до клиента с большими опозданиями. Также грузовладельцы отмечают периодическую нехватку подвижного состава. Идеальный сервис, по их мнению, это единая комплексная услуга по перевозке грузу клиенту. Однако в нынешних условиях, когда нет единого субъекта, который бы отвечал за весь перевозочный процесс, такой идеальный сервис, по их мнению, невозможен. Операторам и экспертам рынка тоже нашлось, что сказать на эту тему, а что именно, читайте в свежем номере ГУДКА. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова